Причем тут ФСБ и Ставропольские бизнесмены? Медуза опубликовала долгожданное расследование Ивана Голунова, кто владеет московскими кладбищами, за которого, как полагают, и задержали журналисты. Подготовке материала Голунова помогали сотрудники семи изданий, в том числе Forbes, The Bell и русской службы BBC. Опубликовано расследование Ивана Голунова о рынке похоронных услуг Москвы. Во время подготовки именно этого материала журналисты задержали по подозрению о сбытии наркотиков. После задержания Голунова к работе над текстом подключили журналисты других изданий. Полный текст опубликован на сайте Медузы. В расследовании утверждается, что контроль над рынком ритуальных услуг в Москве и области получили люди, близкие к Румье, братьям Мазараки. В новой статье Ивана Голунова упоминаются руководители регионального ОФСБ, генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник, подполковник Марат Медоев. Источники Медузы называют действующего директора московского ГБО «Ритуал» Артема Якимова, протежей генерала Дорофеева и близким другом подполковника Медоева. По словам источника издания, Марат Медоев иногда разруливает со стороны ритуала неприятные ситуации. Возглавив ритуал, Якимов уволил всех прошлых руководителей структурных подразделений службы и назначил своим заместителем ставропольского бизнесмена Валериана Мазараки. Как говорится в публикации, во главе почти всех московских кладбищ стали выходцы со Ставрополья, не имевшие опыта работы на ритуальном рынке. Выгодные контракты на охрану кладбищ и транспортные услуги получили компания Эмилия Лешкевич. Она, по данным Медузы, является родственницей Анастасии Мазараки, жены Льва Мазараки, брата первого замглавы ритуала. Семьи Медоевых и Мазараки близки друг к другу. Часто отмечают совместные праздники в заведениях, принадлежащих сыну Анастасии Мазараки, и даже живут рядом в коттеджном поселке Лесная бухта. Там же находится недвижимость Алексея Дорофеева. Участки Дорофеева, Медоева и Мазараки фактически образуют отдельную улицу. Как отмечается в расследовании, установив контроль за московским ритуальным рынком, новые люди начали экспансию в Подмосковье. В конце прошлого года подмосковные власти передали надзор за похоронным бизнесом главному управлению региональной безопасности, которое возглавляет Роман Каратаев. До прихода в Московскую область он работал в управлении МФСБ России, которое тогда возглавлял Алексей Дорофеев. Источник в похоронной отрасли региона рассказал «Медузе», что новые люди уже взяли под контроль похоронный бизнес в четырех районах Подмосковья, граничащих со столицей – Красногорском, Ленинском, Домодедово и Вхимках. По оценке столичного департамента торговли услуг, объема похоронного рынка Москвы примерно 14-15 миллиардов рублей в год. При этом, как отмечается в материале Голунова, ритуальный бизнес – надежный источник наличных денег, включая черный нал от продажи участков на кладбищах, платы за выкапывание благоустройства могил, а также организацию похорон, объем теневых наличных в этой индустрии, опрошенная журналистами участники рынка, оценивает еще в 12-14 миллиардов в год. После более чем двухнедельного ожидания «Медуза» одновременно с рядом других изданий обнародовала расследование Ивана Голунова о том, кто и как связан с похоронным бизнесом. Над материалом более двух недель, кроме Голунова, работали 15 журналистов из 9 изданий, хотя ответа на главные вопросы – кто сказал задержание журналиста, и кто якобы подкинул ему наркотики, расследование не дает. В нем есть фамилии высокопоставленных чинов столичной ФСБ, бизнесменов и их друзей-родственников, возможно, связанных с этими чинами. Так что же раскрыло новое расследование Голунову, выяснял Андрей Швербис. Иван Голунов был задержан 7 июня, через несколько часов после того, как он сдал текст своего расследования редактору. После его освобождения редакция решила потратить максимум усилий для того, чтобы оно стало как можно более развернутым и подробным. В результате в новом тексте имен и связей перечисляется масса. В частности, более подробно в нем развивается тема братьев Льва и Валериана Мазараки, которые некогда занимались в Ставропольском крае алкогольным и лотерейным бизнесом, а также нефтеперевозками. А после 2010 года переехали в Москву и оказались связаны с банками. По странному стечению обстоятельств, их один за другим закрывали за нарушение законодательства в области противодействия легализации доходов. Суммы фигурировали разные – от сотен миллионов до десятков миллиардов рублей. Однако ни под какое уголовное дело братья Мазараки не попали. Ничего не утверждая, авторы расследования просто приводят факты, говорящие о тесных связях этих людей с высокими чинами из ФСБ, в частности с начальником управления по Москве и области Алексеем Дорофеевым и его помощником Маратом Медоевым. Объем столичного похоронного рынка в статье «Медузы» приводится со ссылкой на оценку Департамента торговли и услуг Москвы примерно 14-15 миллиардов рублей в год. Следует отметить, что большая часть этих денег проходит в виде наличных. Поэтому иметь похоронный бизнес рядом с нелегальным обнальным может быть весьма удобно, считает бывший банкир, у которого в свое время отняли банк, а ныне председатель российской коллегии хельсинского международного арбитража Михаил Завертяев. Эта связь, в общем-то, очевидна. Основное кормление у этих всех оборотней ФСБ, которыми мне пришлось столкнуться, у них же основной был бизнес сжигания банков, что нет такого преступления, перед которым не остановились как обнальщики ФСБ, так и крышующие их оборотни ФСБ. Понятно, что в похоронном бизнесе образуются большие обороты наличных денежных средств, которые через сжигаемые банки продают тем, у кого есть потребности в обналичивании. Ценность публикации именно в том, что она дает сводную картину и понимание запутанной, сложной, подпольной, скрытой от людей жизни и ясное понимание того, кто стоял за фальсификацией в деле Ивана Голунова, считает издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Впервые в деталях, в связях, в контрактах, в родственных отношениях, в земельных участках показано слияние управления кладбищенским бизнесом в России с руководством управления ФСБ по Москве и Московской области. Прослежены все родственные связи этих людей и даже совместное ведение дачного хозяйства. Мы видели весь передел этого рынка, мы узнали его объемы, там приблизительно 15 миллиардов рублей. Мы увидели, каким образом семья Мазараки, приехавшая из Ставрополя, становится владелицей для своего 20-ти с небольшим лет сына ночных клубов. Надо понимать, что огромный резонанс и особое внимание к новому расследованию Ивана Голунова возникли из-за скандальной истории с его арестом 7 июня и последующим его освобождением, которые связывают как с беспрецедентной общественной мобилизацией в его поддержку, так и с тем, что внутри силовых структур сейчас происходит очередной виток борьбы за контроль над полулегальными, полукриминальными видами бизнеса. Стоит отметить, что начинается публикация Голунова с описания побоища, которое произошло в 2016 году на Хованском кладбище Москвы, когда в драке с перестрелкой участвовало от 200 до 400 человек и было три трупа, а контроль над столичными кладбищами после этого перешел от выходцев из Химок к выходцам из Ставрополя. Скандал в деле генерала Михаила Музыраева, как стало известно Бизнес-ФМ, находящегося в Лефортово советника Бастрикина, попытались оставить без адвоката. А бывшего главу Волгоградского управления СКР Михаила Музыраева задержали в середине июня его, отправили на два месяца в СИЗО по подозрению в покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, которая ФСБ квалифицировала как теракт. Михаил Музыраев находится под арестом уже три недели, и в течение этого времени, нанятый его родными, защитник так и не смог попасть к подозреваемому у Лефортова. Следователи ФСБ попытались вывести из дела и допросить единственного адвоката Музыраева. О, что Бизнес-ФМ рассказал адвокат Музыраева Владимир Семенцов. 14 июня, пытаясь попасть к подзащитному, следственное управление меня то не пускает, несмотря на сотни звонков, десятки наговоров на автоответчик, потом уже отправление почты России с уведомлением. Есть отметка о том, что следователь получил сообщение о том, что я вступаю в дело. Есть сообщение о том, что начальник следственного управления ФСБ России получил такое же мое послание. До подзащитного Музыраева не допускает. Следственный изолятор раздор приходил, отставил очереди. Там говорят, нет, разрешения следователя нет. Я уже вынужден был дать телеграммы. На имя Чайки с уведомлением она вручена. На имя Бортникова, начальника ФСБ, она вручена, отметка мне пришла. Сможете представить, что если генерала-лейтенанта, юстиции, помощника руководителя Следственного комитета, права нарушаются, то что они делают с простыми гражданами? Владимир Семенцов. Уголовное дело в отношении Музыраева было возбуждено 10 июня по заявлению губернатора Бочарова, рассказавшего о давлении на него со стороны неустановленных лиц. Сначала была попытка поджога деревянного дома Бочарова. В 2016 году, летом 2017, губернатор получил анонимное письмо с угрозами убийства. Проанализировав случившееся, чиновник пришел к выводу, что данные события могут быть связаны с наведением им порядка на Волгоградском центральном рынке, который ранее находился в длительной аренде у предпринимателя Евгения Ремезова. То сдавал площади в субаренду, при этом городской бюджет лишался многомиллионных доходов. Позже Бочаров через суд добился расторжения договора аренда с фирмой Ремезова. Произошедшие с ним события губернатор связал с активизацией Ремезова и стоящих за ним людей. Сам Михаил Музыраев категорически отрицает свое вино. На 4 июля намечено рассмотрение апелляции на его арест. Власти Черногории выдали России главу банка «Тройка», обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщили Интерфаксу в Генпрокуратуре. Сергей Ильина соучастниками обвиняют в хищении 52,5 миллионов рублей. В 2009 году группа изготовила комплекты подложных документов и получила кредит. Ильин скрылся от следствия, был заочно арестован, не объявлен в международный розыск. В октябре прошлого года он был задержан в Черногории. Продолжение следует...